Возвращаясь к Никите Сергеевичу... А что вы так к нему прицепились? Люблю его. Интересен он. В каком смысле? Нет, он, я считаю, выдающийся. Безусловно. Талантливый, очень талантливый человек. Просто ведь я так понимаю, что обида-то у него давняя должна быть, еще помимо Гусмана. Вы же под него писали сценарий «Во с ней наяву», нет? Для него, да. Он меня познакомил с Балаяном и говорит, а я Балаяна не воспринимал. Я был часто на студии Довженко, там говорит так, «Ты, да и вы, чого цих, мое украинское призвище, призвище – это фамилия, а я пишу на российской мове». «Кацап, че шо? Кацап». Я же донских кровей. Вот. И я часто бывал, Балаяна я не воспринимал. Он мне казал, так, немножко высокомернее разговаривай, так, чуть-чуть, много говори так, и немножко с презрением. И Никита мне говорит, напиши для Ромы, сценарию, он без денег, совершенно без работы. Мы встретились, я говорю, «Рома, о чем ты бы хотел, чтобы был сценарий?» Он говорит, «Обо мне». Я говорю, «Не понимаю». «Мне кажется, что я стою на горе, Карабах, и вас снится». Я прыгаю, лечу, так крылья распространяю, как орол, лечу, а потом падаю опять в дерьме. Я говорю, значит, «Во сне ты летаешь, а наяву ты…» Хорошее название, «Полёт и во сне наяву». Запомни. Я быстро записал, и вот так осталось. И на Никиту я написал сценарий, главную роль. Он говорит, «Нет, Рома, я говорю, у Никиты очень сильный бычий глаз». «Бычий глаз». «Бычий такой, мощный». Так. Нужно найти человек с таким больным глазом. Ты Олега Янковского знаешь? Я говорю, «Конечно, мы товарищи с ним хорошие». Дай ему сценарий прочитать. Давай. Я Олегу позвонил, он говорит, «Студия». Я говорю, «Довженко». «Да не дай бог, лучше «Монголкино», чем «Студия». А кто режиссер?» Я говорю, «Балаяна». «А кто ты такой?» Я говорю, «Ну, есть там армянин». Он говорит, «Я армянин из одного Параджанова там». Ну да. «Да, а этого не знаю». Я говорю, «Ну, прочитай сценарий». Говорит, «Ради меня». Я взялся в Ленком, оставил на служебном, и Олег прочитал в ночь. И они вместе с Михалком ехали сниматься с собакой Баскерили к Игорю Масленнику где-то в Эстонию. И Олег пришел в купе, стал кричать, «Мережка, гений, такой гениальный сценарий». Я писал, «Какой, какой, какой?» И спросил Никита. «Попалил». «Да, да, да». «Попалил». И потом Никита немножко на меня обиделся, но где-то недельку моя. Он говорит, «Что же ты так заложил меня?» Я говорю, «Никита, ну ты же, это же режиссер выбирает, не я». «Ну, на этом победил».